всем привет с вами сакура и сегодня у нас пустые баночки по традиции я начинаю со средств для волос первое что хочу показать это густой шампунь для волос лаванда и вербена здесь 200 миллилитров удобная очень емкость и необычная думаю удобно брать с собой в пути и не бояться что разовьется что-то потому что действительно очень-очень густое средство здесь да это шампунь и довольно таки экономичные но это для любителей тех людей которые любят как-то волосы промыты до скрипа я к таким людям не отношусь мне шампунь будто волосы конечно хороший бальзам с этим с легкостью справляется но все же этот вариант был для меня просто в виде эксперимента два бальзама от планеты органики кибетский травяной бальзам и укрепляющий бальзам хамам именно эти бальзам с легкостью справляются именно с такими затруднительными шампунями которые любят путать волосы да они легко их вам распутают не утяжеляют делают очень-очень приятными на ощупь шелковистыми легкими в укладке мне нравятся эти бальзамы здесь 280 миллилитров единственное что хочу подметить тибетский древяной бальзам они работают практически одинаково ну вот тибетский древяной все-таки немножечко лучше но он имеет просто ужасающий запах который никуда не денется с ваших волос пока вы помойте волосы заново пахнет травяным каким-то запахом мужским советским дедушкиным одеколоном наверное как-то так укрепляющий бальзам хамам он же сладенький напоминает мне запах сливы так что наверное травяной я вряд ли куплю потому что запах невыносимый а вот бальзам хамам мне есть еще в запасах и буду покупать не вообще буду приобретать и другие варианты потому что мне очень нравится нет органики покажу свое открытие это бальзам ополаскиватель с экстрактом череды от свободы девчонки я приобрела этот бальзам потому что да я все время проходил мимо него не обращала внимание и столько восторженных отзывов столько видео блогеров отзывается о том что он просто творит чудеса конечно не обратила на это внимание и приобрела благо стоит они вообще копейки но вот 85 миллилитров в каждом тюбике ни одного тюбика хватает на два применения стоят они по 30 чем-то рублей в ашане в общем что вам хочу сказать девчонки если вы не пробовали никогда и брезгивали наверно какими-то такими советскими продуктами я вам скажу зря зря вы это делаете и дело зря я так потому что бальзам просто великолепны он что-то такое творит с волосами просто нереально это описать они не шелковистые не просто как шелк то впечатление что у вас не волосы а шелк до этого я не жаловалась на то что у меня волосы проблемные потому что это ними очень-очень хорошо слежу но этот бальзам действительно открытие он меня настолько потряс что я сделала целый заказ из разных серий вот продукции свобода кому интересно ждите скоро новый обзор будет о этой косметики это настолько потрясающий продукт что мне так давно никто не удивлял скажу я вам советую вам попробовать бальзамы просто потрясающим следующий продукт от невея матирующий гель для умывания да это хороший гель он действительно матируют не на весь день если у вас очень жирная кожа но матируют единственное минус или плюс считать вам здесь два вида гранул еще находится более большие синие совсем крошечные беленькие то есть вам не нужен скраб потому что это гель для умывания он заменяет все и скраб и то ли пилинг что вы любите надо приноровиться чтобы эти маленькие беленькие гранулы крошечные вообще практически незаметно не попали вам глаза потому что будет ай-яй-яй но вообще средства мне очень понравилось действительно достойная я повторю следующее что хочу показать это вот такие вот саше попадались мне в коробочке красоты и значит маска под номером 27 разглаживающее ультралифтинг с экстрактом цикорий зерновыми злаками и маска под номером 29 омолаживающее питательное с экстрактом лакричника и кунжутным маслом девочки если у вас жирная кожа сразу проходите мимо этих масок у меня жирная кожа забивается в поры очень очень жирнит кожу мне не понравилось наверное это скорее для сухой кожи также у меня здесь два пилинга крем пилинг для лица соком апельсинового дерева под номером 402 и под номером 403 крем пилинг для лица с экстрактом хризантемы и ананаса вполне себе неплохие пилинги скажу я вам не могу ничего плохого сказать восторга не вызвали но и в принципе антипатии какой-то тоже нет закончилась последняя упаковка от мегритм это у нас паровые маски для глаз аромат ромашка и имбирь здесь 5 масок в упаковке очень нравится моему мужу все таки я пришла к выводу что лично для меня в более симпатичные какие-то компрессы и охлаждающие штучки чем вот такие вот паровые я больше нахожу это средство наверно как баловство чем что-то приносящие пользу моему мужу нравится не буду сейчас повторно разворачивать показывать и долго объяснять об этих масках если вам интересно посмотрите мои прошлые пустые баночки там я более подробно о них рассказала следующее что покажу от евроше и серии жадан дюмонт это у нас гель для душа цветок хлопка и и очень понравился этот гель для душа просто потрясающий запах как я люблю то есть я люблю такие нежные запахи ненавязчивые запах хлопка он очень очень нежный очень очень какой-то кремовый воздушный мне понравилось его использовать не сушит естественно кожу никаких раздражений не вызывает очень приятно я с удовольствием попробую в будущем какие-то другие кремовые гели для душа вот евроше серии жадан дюмонт классное средство следующее это у меня палмолив алтайские травы с экстрактом шалфея розмарина и жимолости это у нас мыло для рук я покупала мыло мне понравилось запах конечно специфический поначалу может показаться что он чисто мужской но когда вы принюхиваетесь вы понимаете что это россыпь трав горных трав и очень такое какое-то единение с природой даже не знаю как это писать но мне этот запах понравился у меня еще есть такое мыло я буду пользоваться с удовольствием мыло от бархатных ручек интенсивное пинтание миндальное масло ну как вам сказать в принципе по действиям мыло хороший то есть да она не сушит руки она кремообразная мягкая но но какой-то не поразительно то есть я помыла руки и забыла о нем если вот хотите понюхать запах до нанести вот так вот на руку средства и нереально его понюхать то но мне показалось не очень приятным не знаю как миндаль но какой-то вот орех свежий не очень приятные в принципе я люблю запах миндаль а но это мне как-то не не поразил и не понравилось то что когда используешь баночка деформируется то есть она как-то всасывается внутрь и она и так узкая за счет этого вообще она по умывальнику танцует то есть неустойчивая немного неудобно в применении и даже не знаю еще приобрету или нет так у меня есть одна баночка я ее использую дальнейшем вопросом буду ли я еще приобретать такое мыло так как вообще марку бархатные ручки я не жаловую но вот пришла попробовать было и вот такой вот кусковое мыло у меня было органик бьюти мыло лаванда и мелиса что могу сказать очень очень посредственное мыло пахнет и ну просто травой обычной травой весенней да и всего никакой лаванды никакой не мелисы просто травяной запах покажу вам скраб от новосвит это сахарный скраб для тела потери сантиметра для бани коричневый сахар какао бабы естественно я использовала его не в бане а дома принимая душ скраб и мне понравился снова свит вообще фирма я не знакома это мое первое знакомство но скраб мне понравился в принципе не экономичный потому что он очень густой его довольно таки много надо сразу набирать в руку и разносить маленькую маленькое количество будет довольно сложно поэтому все равно как-то побольше набираю но средство хорошее пахнет коричневым сахаром какао вот так вот и скраб фреш свиты банановый шейк тоже это сахарный скраб у меня был знаете несмотря на то что я понял что не люблю банан косметики запах банана мне скраб понравился он потрясающего желтого цвета такой яркий поднимает просто настроение в ванной и и он довольно приятный запах тоже приятный до спелого банана какой-то не навязчивый мне тоже этот скраб понравился он сахарный вода в отличие от солевого тоже не такой экономичный он и меньше хватает и что хочу сказать о этих скрабах обобщить их в том что девчонки если у вас нежная кожа как у меня будет с ними осторожно потому что они запросто могут травмировать кожу они более жесткие чем солевые им ну не стоит слишком усердствовать когда их применяйте но это как сужу по себе и не закончилась вот такой вот сил спа крем для тела огромнейший объем это у нас семена моркови 500 миллилитров этот крем не привезла свекровь из путешествий из израиля поэтому не знаю где здесь приобрести эту косметику в целом крем очень классный такой вот немного розового цвета очень классный он нечто среднее я бы не отнесла его и жидким как вот увлажняющий очень очень жидкий и не слишком питательный то есть это такой знаете очень очень комфортный крем им легко делает массаж очень удобно и и запах девчонки я когда вы понюхала я окунулась детства если вы знаете такое был раньше крем для детей мальвина ну вот именно так пахнет этот крем который я держу в руках он пахнет именно кремом мальвина потрясающий аромат запах приятнейший консистенция вообще какая-то необычно универсальная полюбится и для любителей питательного и для любителей увлажняющего крема как каким отношу себя я не очень понравился крем но конечно 500 миллилитров это слишком большой объем к кем бы он не был крутым все равно он надоедает я его добила с большим удовольствием пользовалась я посоветую вам если вы будете в израиле попробуйте следующий хочу показать крем для ног морковный с мятой бабушкина аптека девчонки крем отвратительный вот честно пока своей консистенции по своему запаху по своему цвету вроде бы он уж и не настолько плохой но столько факторов отрицательных набирается что ну блин не советую вам покупать его пахнет он мяты но морковка там и не слышно пахнет мяты но какой-то вот карамельной мятой не знаю неприятный вот серьезно добила его но когда больше не приобрету и вам не советую и вот такое вот мое разочарование крем для рук до объятия нежности масла ши и пряная ваниль вы знаете мне попал с коробочки красоты гламур беги изначально мне показалось он просто но приятно но знать когда немножко наносишь на руку не такой возможности прям распробовать размаковать его но когда я начинаем пользоваться я просто не знаю просто была удивлена это настолько расчаровал меня дав я обожаю марку дав просто обожаю и этот аромат просто не свойственен этой марки у нас только душный настолько сильной настолько пряны настолько ядовито удушающий сладкий очень отвратительный запах терпеть его на руках это просто какой-то кошмар поэтому я его и на ноги добивала и и мужа просила мне помочь в общем кое-как добила и больше никогда не приобрету и буду знать что такое пряная ваниль в общем не понравился мне продукты и удивил так как я очень люблю марку дав вот такие были у меня пустые баночки надеюсь вам было со мной интересно с вами была сакура всем пока пока